Статья 35 Конституции Украины Вести религиозную деятельность Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства 245 за, решение принято Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к его святейшеству в Арфоломею архиепископу Константинополя и Нового Рима Вселенскому Патриарху о предоставлении автокепалии Православной Церкви в Украине номер 4793 по предложению Комитета за основу и в целом Голосуем, коллеги! Но современные украинские реалии доказывают обратное На закон и права человека плевать всем, даже гаранту Конституции И чтобы хоть как-то оправдать свои политические амбиции и отвлечь избирателей от полного краха громких обещаний часть представителей власти, начиная с Верхов и заканчивая депутатами районных и сельских советов, развязали войну против Украинской Православной Церкви Существует определенный заказ по дискриминации Украинской Православной Церкви создание ложного образа антипатриотической силы которая действует на территории Украины и не поддерживает свой народ Хотя Церковь это и есть народ Вооружившись кнопками в стенах Верховной Рады упакованными в военную форму ребятами и марионеточными СМИ они с высоты своего патриотизма плюют в лицо каждому верующему Украинской Православной Церкви Власть идет им на уступки Нас они не видят, а им идут на уступки во всем Они добиваются того, чтобы нас не стало Почему так происходит? Мы же идем в Европу Все хотят в Европу, разве в Европе так? Наиболее ощутима эта война на западе Украины где местные депутаты, представители областных и районных государственных администраций буквально провозгласили себя кураторами состряпанных на быструю руку филаретовских общин Село Колосовая, Тернопольская область Мы уже 25 лет сюда ходим Вот теперь объясните нам, куда деваться теперь? Нас из Первой Церкви выгнали Мы пришли сюда, а дальше куда? Первое столкновение здесь произошло больше года назад Часть жителей села решили зарегистрировать общину Киевского Патриархата И казалось бы, что тут такого? Гарантированное законом право каждого человека Но не будем забывать То, что связано с Киевским Патриархатом, мало связано с законом Заручившись покровительством председателя областной администрации Раскольники втайне от религиозной общины Украинской Православной Церкви перерегистрировали ее устав с переходом в Киевский Патриархат Тогда же обл. администрация начала судебный процесс о лишении православной общины права собственности на храм Я эту церковь строил, я купола делал И помогал не просто как-нибудь, а по-настоящему работал Мы никому не враги Я родился в Украине Крестился на украинской земле Здесь же учился в школе Работал в Украине Служил в армии Закончил украинскую семинарию Я молюсь за Украину За народ За его власть За своих прихожан И пришивать мне сейчас какую-то политику Что я враг своему народу Пускай мне хоть одно доказательство приведут Что я что-то не так делаю В итоге после всех юридических тягот Которые закончились только 2 июня этого года Было решено Признать действительным новый устав религиозной общины С переходом в киевский патриархат И лишить православных права собственности То есть одну общину просто заменили другой Вот они, все эти люди Которых не существует на бумаге Вот эта вера, которой нет места в Украине И вот она Украина, где нет свободы выбора Пускай тернопольская администрация Упорядочит свои решения Насколько я знаю Это решение может отменить только президент Так пусть он к нам приедет И отменит его при нас Или в Тернополе Он же наш президент Мы его выбрали Всю власть мы тоже выбирали Мы также участники избирательного процесса Мы их выбрали Посадили их на государственные места Дали им работу У них хорошие зарплаты Прислушайтесь к нам Разрешите нам молиться Так, как молились наши родители Но зато у нас есть свобода слова Что также немаловажно Ведь именно СМИ дана власть Доносить информацию до общественности И чем влиятельнее средства массовой информации Тем больше погрешностей в донесении правды Они себе позволяют Вот статья, якобы освещающая события в Колоссовой Верующим УПЦКП потребовалось срезать замки Чтобы попасть в свой храм Мол, какой противный этот московский патриархат Верующим людям не дают войти в свою же церковь Но реальные факты остаются за кадром В статье говорится, что община Киевского патриархата Выиграла все суды И теперь на правах владельцев Люди не смогли без препятствий войти в храм Но реально в судах даже не рассматривался вопрос О передаче храма кому бы то ни было Говорилось только о том, чтобы признать устав общины С переходом в Киевский патриархат И лишить Украинскую православную церковь права собственности Таким образом, юридическая община Киевского патриархата Существовала только шесть дней до того момента Как пошла срезать замки на якобы своем храме Кроме того, все юридические права на пользование церковью Остались у общины УПЦ Но кому до этого есть дело? Ведь черным по белому написано В свой храм Да и община собралась какая-то подозрительная Парню в военной форме Это ли жители Колосовой, что пытаются срезать замки? И это только капля в общей информационной войне Против украинской православной церкви Перенесемся немного северней Черниговская область В городе Козелец есть небольшая церковь Архитектурный памятник 18 века Уже больше 20 лет она работает не по прямому назначению Здесь размещается музей ткачества Но также и зарегистрирована община Украинской православной церкви Все эти годы люди обращались к областным властям С просьбой о разрешении проводить там богослужения Но в ответ слышали, что якобы экспонаты пока некуда переносить Обождите, мол Каждый год я пишу письма, но нам отвечают, что нужно ждать, пока музей освободит помещение церкви Тогда вам передадут Но случилось так, что без какого-либо разрешения И без решения областного или районного совета Киевскому патриархату разрешили проводить в этой церкви богослужения на Вознесение Мы каждый год крестным ходом идем к этой церкви Поскольку это храмовый праздник Собирается много людей и духовенство В этот год мы также шли крестным ходом Но случилось так, что нам бросали под ноги петарды Плакали дети и кричали люди Нас было очень много Мы шли с крестами и хоругвями Некоторые люди несли государственные флаги СМИ молниеносно отреагировали на события Вот она, новомодная, излюбленная техника журналистов Меньше правды, больше активистов Самооборона Майдана перевела церковь в Киевский патриархат Даже сам Евстратий Заря почтил своим присутствием А вот и сами представители общины Киевского патриархата Отборные верующие В парадной форме для похода в церковь Мы увидели агрессию этих людей Там нет Бога Там дьявол восседает у них на престоле А не Бог Как так можно оскорблять чувства друг друга? После праздника в одном из местных изданий написали Что на богослужение не было жителей Козельца Приехали только люди из соседних районов и активисты Люди были неадекватные Их свезли отовсюду Жители Козельца этого не хотят У нас в городе нет никаких противоречий Признают только истинную каноническую церковь Кому же на самом деле нужна церковь в Козельце? И существует ли хоть какая-то реальная община Киевского патриархата? Мы попробовали разобраться 19 июня на праздник Святой Троицы Одного из важнейших праздников для всего православного мира На службе у раскольников было около 10 человек Неужто так быстро спала волна патриотизма? В это же время в православном соборе яблоку было негде упасть Вот она, реальная картина переходов Вот она статистика, которой так любят хвастаться украинские СМИ После смерти митрополита Владимира и нападения России Переходы общин участились А на самом деле-то, кроме как козырнуть общей фразой Что УПЦ стремительно теряет людей Добавить и показать больше нечего В соответствии с последними исследованиями Центра Разумкова Верующими Киевского патриархата считают себя 35% населения А верующими Московского – 25% Пока журналисты, прикрываясь общеизвестными источниками Демонстрируют ничем не подтвержденные данные социологических опросов Верные Украинской Православной Церкви Проводят богослужения в подвальных помещениях и домах священников В то время как раскольники абсолютно свободно стоят В полупустых, захваченных храмах Такая она – объективная реальность для профессионалов своего дела Я думаю, что для каждого человека Кто хотел бы знать достоперную информацию Просто нужно прийти в храмы В храмы Украинской Православной Церкви И зайти потом в храмы других конфессий И сравнить, где больше верующих молятся И какие приходы увеличиваются И наоборот сокращаются Для тех, кто в телевизоре Главное – правильно расставить акценты И употребить важные для сознания человека слова Детушки, война, Россия, Московская Церковь, агрессия Для решения каких-то конкретных вопросов Просто выбрасывается информация Причем чаще всего очень ложного характера С учетом, что ее по-настоящему никто не будет рассматривать, анализировать И делаются определенные выводы Это село Рясники на Ривненщине В местной церкви Московский батюшка мало говорит про войну Священник мало говорит о войне на богослужении Да вон священника Но почему никто не считает Сколько он говорит о мире О любви О Боге в первую очередь Чему должна учить церковь Войне Или как найти спасение Вот она Главная подмена понятий Очень часто слышим с экранов телевизоров Про московских тетушек Которые устраивают бойни под храмами Московская церковь привозит семинаристов Чтобы отстоять свои храмы Но где они? Может вот это? Но нет же Это наши бравые ребята Из правого сектора Самообороны Азова Которые поклялись уничтожить московских попов И наверное уже на их костях построить Украинскую поместную церковь Вот принятие Верховной Радой Постановление об обращении Константинопольскому патриарху Наше обращение к его святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею Первому Можно сформулировать одним предложением Независимому государству Нужна независимая автокефальная церковь Если существует независимое государство То в нем не могут существовать Зависимые или разделенные дух и вера Поэтому я уверена, уважаемые коллеги Что вы поддержите этот документ Который поможет украинской церкви Занять надлежащее место Среди поместных церквей И поможет объединить Украинское православие По факту разработчики Этого обращения даже не сочли Нужным объяснить коллегам его суть Просто приправили свою речь Несколькими щепоточками патриотизма Никому не был роздан Текст этого постановления Никто не видел, за что голосует И все это под политическими лозунгами Поддержки независимости Украины Да, мы не против Самой идеи автокефалии Но мы против нарушения Законов церковных И церковных традиций Почему же так сообща Не принимаются законопроекты Которые действительно являются В ведомстве государственной власти И это далеко не самое опасное Из всех планируемых реформ Вот он, окрещенный в СМИ Панацеей от разбушевавшегося Религиозного противостояния Законопроект 4128 Который якобы предлагает Демократическое решение проблемы Смены конфессиональной принадлежности К счастью, в парламенте появился закон Который все урегулирует С этого момента члены религиозной общины Которые собираются на свои собрания В порядке голосования Большинством голосов Смогут определять свою юрисдикционную принадлежность До какой юрисдикции им належат Если мы говорим о законопроекте Еленского То где в нем тоталитаризм? Это же наоборот демократия Общины смогут сами решать С кем им быть В соответствии с этим законопроектом Неверующие люди Или те, кто не имеют никакого отношения к церкви Будут иметь право решать судьбу религиозной общины Но в тексте четко указан То выбор могут сделать только члены Религиозной общины Никто другой И что же тут смущает? Ах да, наверное то, что любой человек Который идентифицирует себя С той или иной конфессией Сможет решать судьбы Реально существующих религиозных общин Сегодня часто говорят Что руководство Украинской Православной Церкви Боится принятия этого Еще раз подчеркнем До неприличия демократического законопроекта Ведь все, кто так давно мечтал О переходе в раскол Смогут без труда перейти сами И еще и церковь с собой прихватить Но правда в том Что законопроект 41-28 Просто на государственном уровне Закрепит рейдерские захваты храмов Тех или иных конфессий Этот законопроект призван Обеспечить право Киевского Патриархата На захват и овладение чужим имуществом Вот она правда И вот она ложь Как всегда рядышком Бок о бок И все зависит на чьей ты стороне И что ты выбираешь Кто-то осознанно верит всему Что говорят с голубых экранов А кто-то действительно верует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok